Всем привет! Да, дорогие друзья, я решил переделать свой блог. Вообще, на самом деле, стоит начать с того, вообще, зачем нужен сайт и вообще, чем он может быть полезен в современной жизни. Да, есть YouTube, всякие инстаграмы и прочее, но при этом сайт остается очень важной единицей контента. Для меня это как для блогера, собственно, блог, где я могу делиться текстовыми мыслями, какие-то дополнительные моменты выкладывать, которые они появляются в видео, и куча, на самом деле, подобных историй, которые, по сути-то, никуда не применимы. То есть, куда бы я не хотел их выложить, они будут неформатными, но зато в блоге они смотрятся как живой, полноценный контент, который наверняка будет интересен вам, конечным, собственно, читателям и зрителям канала. Для вас, например, сайт это может быть действительно личной страничкой, где вы будете что-то описывать, как я, если мы говорим про формат блога, либо, например, вы можете создать свой интернет-магазин, который тоже будет при прелестной истории, потому что, ну, не то, что модно-молодежно, а действительно хороший, полноценный бизнес, который сейчас развивается, многие открывают, и получается, в принципе, у всех достаточно успешно, что немаловажно. Ну, и на самом деле таких вариантов может быть очень много. Вам нужна сайт-визитка. Вы очень крутой фотограф, но пока не очень понимаете, а как, собственно, сделать свою галерею, вот такой вот онлайн, чтобы, может быть, за фотосессии к вам пришли, либо же художественную составляющую ваших работ оценили. Как раз для этого и понадобится сайт-визитка. Если вы компания, опять сайт-визитка полезна, потому что люди будут искать вас в интернете и заказывать услуги, которые вы предлагаете. И куча, на самом деле, вот подобных моментов, которые есть в повседневной жизни. Сайт – это хорошо. Хорошо. Но чтобы создать сайт без знаний определенных, да, в верстке, в программировании, в знаниях HTML, PHP и всего остального, здесь, конечно, все сложнее. Вам придется нанимать дорогостоящую команду, а ведь можно было обойтись намного более простым способом. А если быть точным, то Wix.com – герой нашего видео и герой нашего обзора. В его рамках я попытаюсь при вас создать свой блог. Ну, понятно, что не до финальной, наверное, какой-то составляющей, но при этом уже до вполне рабочей такой бета-лошадки. Сейчас у нас на экране как раз заметно, что, собственно, есть Wix.com. Открыт. Мы нажимаем «Создать сайт». И далее что? Понятно. Мы создаем аккаунт. Аккаунт создается очень просто. Либо мы логинимся через Facebook или Google+, указываем альтернативный email, повторяем email и придумываем сюда пароль, который будет в итоге использоваться для входа. Ну, на самом деле, я уже, конечно, зарегистрировался по полной программе, и здесь есть все абсолютно моменты, которые я хочу сделать. Но давайте уже не будем тянуть. Перейдем к созданию сайта. Я немножко поиграл с системой, посмотрел, как это работает. Понятно, что создал пару вариантов. И теперь уже готов поделиться мнением и мыслями с вами. Ну, начнем с того, что здесь достаточно много шаблонов. Есть куча категорий. Это бизнес, интернет-магазин, например. Да, давайте я уже вам про него рассказывал. Здесь аж 4 страницы шаблонов. Ну, и, конечно же, фото, видео, музыка, дизайн, ресторан, еда, отели, события. Да все что угодно. Но напомню, что я хочу создать блог, и мне нужна какая-то определенная структура. Мне, на самом деле, нравится вот этот шаблон. Он прикольный, достаточно любопытный, но все-таки структурный. Не то, что я бы хотел в полной мере. То есть, по факту, он не отвечает, наверное, всем абсолютно параметрам дизайна и вот такого вот исходника, который я хотел бы использовать у себя в блоге. Однако, если мы посмотрим на вот этот шаблон под названием Кристина. Кристине, привет! Ну, и, конечно же, вы здесь получите вот такую вот интересную структурную вещь, которую мы будем сейчас дополнять и редактировать. В принципе, сам шаблон смотрится неплохо. Он такой больше о моде. Да, здесь вот истории с фотосессиями. А мы сделаем из него полноценный блог видеоблогера. Заодно посмотрим, что шаблон действительно можно очень нехило перекроить по полной программе. Итак, перед нами тот самый сайт, который мы можем редактировать так, как нашей душе угодно. Ну, понятно, у нас будет не Кристина. У нас будет замечательный сайт. Так, да, давайте так, пусть. Влад Филатов. Медиа. Хочу я вот так вот назвать блог. Почему нет? Будет, кстати, доступен по домену FilatoFlat.ru. Так, будем убирать. Убирать вот так вот. Можем подредактировать здесь размерчик. Да, вот так вот укажем на 80. Но самый главный момент. Мне не нравятся, например, шрифты, которые здесь доступны. Я беру, загружаю сюда шрифт. Я уже это делал. Так что маленький лайфхак у нас для ускорения всех моментов. Это, кстати, стилистика. Можно заголовок там выбрать в различных вариациях. И у меня вот тут, собственно, есть мои шрифты. Здесь получается, что слишком много. И мы уменьшаем до, ну, давайте разумных каких-то пределов вот таких вот. Далее мы опускаем, собственно, эту всю историю вниз. И получаем вот такую вот достаточно прикольную шапку. Но согласитесь, что можно было бы, наверное, оформить это каким-то образом еще. И сделать здесь дизайн структурный какой-то более любопытный. И здесь я могу как раз изменить дизайн хейдера. То есть я могу добавить либо какие-то мелкие элементы, либо прям поменять шапку по полной программе и задать ей какой-то либо градиент, либо цвет, либо оформление. Ну, я предлагаю сделать, на самом деле, вот такой вот. Но при этом настроить дизайн и изменить цвет на красный. Так, добавим мой цвет какой-то. Введем его в красный. И посмотрим, какой у нас тут есть. Ну, такой, например, бледно-красный сделаем. Выглядит вполне себе достойно и прикольно. Почему нет? Можно, понятно, границы поправить, ширину там и так далее. Даже добавить тени, если хотим. Ну, давайте добавим, почему нет. Указать, как тень будет падать, под каким углом. Ну, и, конечно же, расстояние и все остальное тоже мы можем здесь отстраивать без каких бы то ни было проблем. Согласитесь, да? Каждый элемент можно подвинуть буквально вот здесь вот наглядно, со всеми моментами. Что мне не нравится? Мне не нравится цвет. В этом смысле, конечно, хочется немножко другого. И мы сейчас это дело поменяем. Так, насколько я помню, мы можем это сделать вот здесь. Да, цвет. И укажем, что мы хотим. Заголовок белый. Так, оставляем белый. Иконки. Иконки, опять-таки, у нас в социальных сетях здесь присутствуют, но у нас есть свои моменты, которые мне не нравятся. То есть я считаю, что они, опять-таки, должны быть белые. И здесь я могу, конечно же, поменять, собственно, формат иконок и каждую иконочку быстренько заменить на какую-то другую. Давайте это сделаем. Найдем просто иконки, которые нас интересуют. Вот, если у нас сейчас это, если не ошибаюсь, был, да, ВК. Давайте ВК. Найдем иконочку. Так, ищем здесь ВКонтакте. ВКонтакте и указываем обычную белую иконочку. Точно такую же, только белую. И меняем так все иконки. Готово. Вот мы поменяли иконки. Они у нас приобрели нужный цвет. И мы поменяем немножко расположение. Мы поставим их вот так, чуть-чуть ровнее. Я вижу, что здесь неровно. Меню, опять-таки, достаточно удобно. Здесь мы можем структурировать так, как мы хотим. Например, можем добавить дополнительную страницу и сделать, собственно, вот какой-нибудь главный раздел. И, например, добавить его как субстраницу. Я просто для примера вам показываю. Мы этого делать не будем. Но по факту выпадающую менюшку здесь делать очень просто. И работает это крайне удобно. Мы нажимаем на дизайн. И меняем некую стилистику, которую настраиваем самостоятельно. Ну, первое, что нам нужно, это цвета и прозрачность. Мы поменяем сейчас на белый цвет. Так. Смотрите. В общем, вот так вот, легко и непринужденно, мы все видоизменили. Единственное, что у нас здесь размер немножко не совпадает. И придется это дело подправить снова. Сейчас мы это сделаем. Причем, мне, например, не нравится расстояние между элементами. Сейчас мы это поправим. Дизайн. Настройки. Текст. Цвет у нас есть. И, например, мы делаем чуть поменьше. Так, я вижу, что здесь было бы неплохо, например, на 12. Или, например, на 13. Вполне, вполне, вполне. Так, давайте поставим вот сюда вот. Чтобы у нас все было параллельно. В общем, вот так вот мы поправили меню. Далее у нас структурно здесь есть несколько уже постов, которые, конечно, мне тоже уже не нужны. И, естественно, в моем случае видеоконтент, который будет сюда добавляться. Вот давайте мы добавим сюда видеоконтент. Не будем заморачиваться и пытаться что-то сделать с постами уже существующими. Несмотря на то, что здесь достаточно продвинутый редактор. Я просто хочу их удалить. И хочу создать новый пост. Что касается нового поста, то здесь мы возьмем... Зайдем на наш канал и возьмем вот это одно из последних видео, которое у нас есть. Так. Возьмем заголовок. Скопируем. Единственное, что добавим сюда слово «обзор». Ну и, конечно же, скопируем ссылочку сейчас. В саму, чтобы видео. Так. Что нужно сделать? Естественно, добавить ссылочку. Вот оно, видео. Ну, в принципе, оно добавилось в YouTube без проблем. Без каких бы то ни было нареканий. На самом деле, делается это очень быстро. Естественно, можно внизу добавить какой-то текст. Давайте это сделаем. Сейчас я возьму отсюда описание. И добавлю к семье в блок. Вот так вот. Я нажимаю «Сохранить». У нас получается достаточно любопытный пост. И самое главное, что у нас сейчас это, да, просто сохраненный пост. Давайте нажмем снова «Редактировать» и опубликуем его. Добавь теги, кстати. Теги здесь можно добавить. Обзор. DJI. Вошь. Так. DJI. И DJI Spark. Категории. Да, давайте добавим новую категорию. Обзор. Ну и, конечно же, я думаю, что здесь можно и похожие посты добавить, и поисковую оптимизацию задать, кстати. Тоже очень удобно и понятно все. Прямо реально хорошо. И опубликуем. Так, отлично. Оно у нас в числе публикаций. Давайте посмотрим это дело на шаблоне. У нас, в принципе, все должно уже быть здесь. Ну, в общем, как-то так. То есть, на самом деле, по факту, по большей части, у нас все здесь есть. Я бы, на самом деле, футер вот так вот здесь убрал элементы, и добавил сюда одно из приложений. Вообще, добавить, на самом деле, можно много чего. И фото, и галереи, и слайд-шоу, и кнопки различные. И, опять-таки, видео какие-то, и даже видеокрутилки. Пожалуйста, они здесь все доступны. И музыку можно добавить, и соцсети, и контакты, и меню, и список, и промо-боксы, и блоги. И есть магазин, собственно, для интернет-магазина. Всякие различные элементы, ну, и дополнительные истории здесь тоже присутствуют. Но я хочу, значит, что сделать. Здесь есть магазин приложений, и можно, например, добавить Instagram feed. Мой Instagram feed сюда в блог. Так, да, он немножко не помещается. Мы его сейчас просто опустим чуть ниже. Вот у нас он структурно добавился. И я что хочу сделать? Я хочу сделать, собственно, перенести, наверное, даже его. Не, ну, давайте вот тут оставим. Я думаю, что, с ученым, что там будут посты, все это очень даже неплохо смотрится. Ну, и настроим его, конечно же. Просто подключим Instagram. Итак. Смотрим. Оп. И мои фоточки подгрузились. Вот так вот просто можно добавить огромное количество приложений. Здесь есть они на все случаи жизни. Вот такого фида Instagram, любых других соцсетей, всякие извертые формы для блога, различные фотографии, для бизнеса, истории с теми же деньгами, Яндекс деньгами, PayPal'ами и всем остальным. Для гостиничного дела, для ресторанов выбор приложений просто нереально большой. Здесь сможете набрать себе все, что угодно. Плюс есть разделение по категориям, что аналогично удобно. Мне еще нравится пункт моей загрузки. Здесь можно посмотреть на фотографии, которые я загружал уже в систему и тестировал. И, например, шрифты тоже. Ну, понятно, что видео, аудио и документы аналогично. Можно. Здесь вопрос больше, как у вас это будет выглядеть. Мобильная версия сайта тоже доступна. Это, на самом деле, немаловажно. Давайте на нее тоже посмотрим. Я сейчас вижу, что логотип здесь слишком большой. Его нужно уменьшить. Мы его сейчас вот прямо здесь нативно уменьшаем. Смотрите, как мы это делаем. Уменьшаем. А вот иконки с соцсетями переносим, наоборот, наверх. Вот так вот. А кнопка, например, переедет вот сюда. И мы получаем структурно достаточно любопытную историю. С всеми хорошими, правильными моментами. Так, давайте мы это сохраним. Так, пока не будем. Ну и, конечно же, посмотрим обратно. Давайте на предпросмотр включим. Посмотрим, как это здесь листается. Да, менюшечка выпадает. Шикарно. Иконочки. Все, это дело есть. Нужно только будет подключить, собственно, здесь в соцсети. Ну и самый главный момент, конечно же, сейчас посмотрим, как это все у нас бесплатно, не бесплатно. И насколько это действительно хорошо. Плюс дополнительные какие-то фишки и возможности. Следовательно, мы можем и сделать какие-то еще фишечки. Давайте вернемся, собственно, на десктопную версию сайта. Тоже нажмем на предпросмотр и посмотрим, как это будет смотреться в браузере. В браузере будет смотреться прикольно, согласитесь, да? Ну, понятно, что стоит еще немножко поработать над визуальной составляющей. Но при этом за буквально пару минут мы сделали полноценный блок. Что, на самом деле, просто вау в моем понимании. Потому что сделать нечто подобное где-то еще очень-очень сложно. Что касается дополнительных возможностей, то тут, например, есть SEO-мастер, который поможет вам оптимизировать сайт в простой игровой манере. Вам нужно будет нажать на честь оптимизации, указать название. То есть, например, там блок Влада Филатова. Влада Филатова. Вперед. Ну, вы называетесь, как у вас это называется. Где находится ваш бизнес, указывайте. Например, в моем случае, Москва. Ну, и какие-то истории там через запятую тоже указывайте. И, в принципе, у вас получает SEO-оптимизация. Я думаю, принципы вы поняли. Домены и почта. Можно привязать свой домен. Причем купить его как локально здесь, внутри системы. Так и подключить уже существующие почтовые ящики под вашим доменом. Здесь тоже можно прикрутить. G Suite by Google Cloud. Вам в помощь с дополнительными определенными фишечками и возможностями. Маркетинг-рассылка. Тоже прикольная штука. Я думаю, что многим пригодится. Вы можете здесь сделать, собственно, свою рассылку. Давайте нажмем редактировать. У меня уже одна была подготовлена. Я просто играл со всей этой историей. И здесь вы можете настраивать все аналогично. То есть добавить различные элементы в вашу рассылку. Ну, и, конечно же, поменять дизайн буквально одним кликом. Вот то, что нужно вам именно сейчас, в ту секунду. Ну, и фон поменять. Например, вы хотите здесь вот такой фон или такой. Либо какой-то свой, либо донастроить, просто залить цветом. Пожалуйста. Вот такая вот интересная майл-рассылка может у вас получиться на VIX.com. И это буквально, опять-таки, за пару-тройку минут. Счета, контакты. Тут все более-менее понятно. Авторассылка. Да, это тоже можно настроить, собственно, по шаблону. И делать это. Добавление софтеров. Ну, а приложения, которые мы сейчас с вами уже рассматривали для сайта, я вам уже все показал. Здесь их действительно много. Магазинчик крайне удобный и понятный. Здесь, как я и сказал, вот есть всякие PayPal, есть контактные формы, умный чат, который сейчас очень популярен для интернет-магазинов. Ну, и, в общем-то, все остальное здесь тоже на месте. Ну, и, конечно же, управление сайтом, собственно, вашим блогом здесь тоже происходит. Можно и домен подключить, и все остальное. И это делается буквально в пару кликов. Ну, и добрались мы до кульминационного момента. Собственно, сколько за это хотят. На самом деле, нисколько не хотят. Совсем можно поиграть совершенно бесплатно. Если вы согласитесь на рекламу от Викса на вашей страничке и под домен от Викса, то тогда у вас все будет фри. Если же не согласитесь, то тогда здесь придется немножечко доплатить. И, в принципе, стоит это совсем недорого. Просто подключение домена вот столько. И, собственно, до там и-коммерса. И-коммерс, в нашем случае, имеется в виду интернет-магазин. Если кто-то не понимает, то тут будет вот столько. Но цены очень лояльные, очень низкие. В этом смысле все более чем круто. Согласитесь, сейчас получается все настолько недешево в плане хостинга, насколько только может быть. А здесь, по сути, достаточно лайтовые цены на хостинг. Но при этом с кучей плюшек и очень удобной реализацией блога, сайта, интернет-магазина. Все это делается в пару кликов. Вот реально в пару кликов. Вы сами все видели. Действительно так. Мой вам совет. Если хотите сделать блог, если хотите сделать интернет-магазин, вот такую вот промо-страничку или что-то в этом духе, сайт-визитку, то однозначно стоит идти, конечно, к Виксам за не очень дорого в месяц. По сути, за обычный хостинг вы заплатите столько же. Вы сможете сделать все и максимально быстро все это редактировать. То есть на ходу вы сможете вот это все исправлять, править, добавлять. И вот за секунды просто нажали сохранить, у вас там это все запаблилось. И в итоге вы получили максимум удовольствия по редактированию всех моментов. То есть, ну, насколько это возможно, плюс огромное количество шаблонов, я альтернатив-фиксу, к сожалению, не вижу на рынке. Это действительно очень большая, умная и серьезная платформа, которая легко и непринужденно, без чьих бы то ни было дополнительных каких-то усилий и затрат, с вашей стороны, на их усилия, поможет сделать прекрасный сайт. Надеюсь, вам все это понравилось. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Ссылка на сервис, естественно, есть в описании. Шарим данное видео себе в социальных сетях. И что? Да, наверное, все. Спасибо, что смотрели. Пишите ваше мнение в комментариях. Мне интересно. На всяком случае, я вот свой блог чуть-чуть еще доделаю и выложу в открытие доступ. Сможете совсем наглядно ознакомиться. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok